Подмосковное управление МВД проверяет информацию о бездействии полицейских Серпухова, которым сообщали о подозрительном мужчине на детской площадке. Заявление от местных жителей поступило еще год назад, а в минувшее воскресенье случилась трагедия, которую, вероятно, можно было бы предотвратить. Репортаж Марии Саушкиной. Серпухов. В маленьком дворе, где каждый друг друга знает, и где люди испокон веков жили в тесном и дружном соседстве, произошла трагедия, которую каждый здесь воспринял как личную. К песочнице несут цветы, матери соболезнуют семье пятилетней погибшей девочки. Когда война пропала, ее искали всем двором. Прочесали весь район, углы, подвалы, сараи. Смотрим, он идет. Мы женщине говорим полицейскому, что вот он идет. Стали все говорить, сразу подняли шум, что это он. Протоколы писали, что они писали. Мы им говорим, что надо проверить этого мужчину. А они там пишут что-то, вот и все. Между домов вышел. Девочка его опознала. Его пригласили. Обвиняемый 27-летний Александр Семин вызывал подозрения у жителей дома не раз. Дети, вернувшись с прогулки, жаловались родителям на странности в поведении мужчины. Родители обращались в полицию, но никаких мер, по их словам, предпринято не было. Случится что-то тогда, да. А сейчас ему ничего не будет, что он сделал. Теперь в полиции Серпухова эту информацию о бездействии правоохранительных органов тщательно проверяют. Появилась информация о том, что задержанный по подозрению в убийстве девочки в городе Серпухове якобы и ранее пытался совершить противоправные действия в отношении детей. Однако сотрудники органов полиции без должного внимания отнеслись к обращениям взволнованных родителей. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Поддержать родителей и пятилетней девочки приходит всё больше людей. Руководители таджикской диаспоры в Серпухове также пришли выразить соболезнования родителям погибшего ребёнка и оказать помощь. С первых минут начали искать, и они были беспокоены до сих пор. Вот как вы видите, они на улице стоят, вот все женщины, мужчины. Это наша благодарность нашим соседям. Сейчас Серпуховский городской суд избирает меру пресечения в отношении 27-летнего мужчины.